Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена. Рада вас приветствовать из Харькова. Сложные времена переживаю, военные. Настолько сложные, что иногда жить не хочется. Но, тем не менее, бодрость духа не теряю. И вновь готова пополнить коллекцию кармы имени, которым мы сейчас занимаемся перезаливкой. Целый пласт имен проходит перед нами, но не все имена были. Так что коллекцию я стремлюсь пополнить. И одно из имен, которые были ранее пропущены, это Ян. В польском исполнении это Янок. В нашем это Ян. Но, тем не менее, дорогие мои друзья, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Попробуем разобраться с кармой этого имени, чтобы понять, является ли она счастливой для обладателей этого имени. Первое-наперво могу сказать, что это имя, к сожалению, не защищает в плане здоровья. И особенно нестойкость к инфекционным заболеваниям. Если в детском садике кто-то один чихнул и после этого не заболел, а, так сказать, перенес все на ногах, у Яна это будет обязательно глубокое заболевание с дополнительными рецидивами, протекающие в тяжелой форме. Так что он совершенно нестойко к инфекционным заболеваниям. И это надо признать. Единственное, что можно сделать, это закалять вашего ребенка, укреплять его иммунитет. А поскольку Ян обычно физически развит достаточно хорошо, то спорт ему помощь для того, чтобы сделать его более стойким, превратностью всевозможных болезней. Что касается улма, он светлеханик весьма. Это мальчик очень смышленый, про которого можно смело говорить, что он развит не по годам. Наш маленький Ян в курсе всевозможных событий, и ему всего мало, и он все хочет знать. Поэтому он может иногда просто довести до сказок взрослых изобилием вопросов, которые у него существуют, а также совершенно не детскими замечаниями, которые иногда могут повернуть в шок, откуда ребенок это знает, и как он смеет вообще рассуждать на такие взрослые, не детские темы. Однако у Яна нет понятия детское и взрослое. Если ему это интересно, если это входит в круг его интересов, поинтересоваться, что это такое, с чем его едят, для него это совершенно естественно. Так что с ним надо будет много общаться, многое разъяснять, потому что для того, чтобы отличаться умом и сообразительностью, их надо развивать. И Ян это делает совершенно успешно. Ян логичен. И Ян способен усваивать большие полосты всевозможной информации, с этим все понятно. Но вот эмоционально он развивается не так бодро, как хотелось бы родителям. Нет той нежности, мимишности. Он не мостится к родителям, не проявляет дополнительные ласки. Можно сказать, что Ян несколько суховат. На это надо обращать внимание. Его надо учить доброте, нежности, заботливости, а не только питать его ум, который решает каждый день очередную аксиому или что-то там пытается изучить. Надо развивать и тонкости душевные, которые явно здесь отстают. Если научить его доброте, заботливости, нежности, если повернуть его в эту сторону, то вы вырастите совершенно универсального человека, поскольку он будет необыкновенно интеллигентным, умным, заботливым, приятным, но это все надо будет воспитывать в нем. Если вы пропустите эти моменты и не будете акцентировать на них внимание, боюсь, что Ян вырастет умным, но достаточно чертым человеком. По складу Магьян-Универсал ему удается решать 10 задач одновременно и все с одинаково прекрасным результатом. Так что в этом плане мозг его работает действительно со скоростью компьютера. У него великолепная память, которая сочетается с живым воображением и любознательностью, что позволяет ему быть неплохим исследователем в данном случае. Но, к сожалению, до больших высот он мало, когда дорастает. Обычно где-то стопорится в районе среднего звена и остается специалистом среднего звена, но с хорошей репутацией. Почему же все Яны при такой базе не дорастают до слишком больших карьерных высот? Скорее, потому что у них, конечно, воля достаточно сильная, но все-таки недостаточная для того, чтобы вырастить из себя исключительную личность, которая, возможно, возглавит все движение. Поэтому стопорятся где-то в районе среднего звена. Ну и что ж, они себя чувствуют там достаточно комфортно. Что касается нервной системы, она, к сожалению, у них нестабильна. И нужно, чтобы высокая возбудимость не переросла в хроническую нервозность, которая вполне здесь возможна. Поэтому здесь вот нужно тоже, как говорится, жить без перекоса. В нервозном состоянии Ян теряет все свои благородные качества и может стать достаточно неуправляемым и даже несправедливым. Так что в данном случае, как будто он делает вам назло, понимая, что наносит обиду, цинично продолжает это делать. В общем-то, это издержки вот той нервозности, о которой мы и говорим. Контролировать себя он уже не в состоянии. Можно сказать, что в нашем Яне предостаточное количество упрямства, особенно в тех вопросах, которые ему навязывают как новаторство. Будучи по натуре консерватором, человеком, который норовит жить по ранее заведенным правилам, хорошо проверенным и прочим, он не сильно в восторге от новелл, которые лезут в его жизнь или которые ему активно навязывают. Поэтому из природного упрямства может отвергать эти новшества или делать вид, что они его не интересуют, или всячески их избегать. Вот. Поэтому, что есть, то есть. Упрямство также может проявляться в общении, когда с ним спорить себе же дороже. Его трудно переубедить, особенно потому, что в конце спора выяснится, что все-таки прав был именно он. И напрасно вы так пыжились и аргументировали, и так пылко себя вели. В любом случае последнее слово истинное остается, как правило, за Яном. Так что его вы не переубедили, а, скорее всего, он вас переубедит в том, что вы были неправы. Упрямство также может проявляться в том, как он ведет себя по поводу выбора профессии. Как правило, выбирает профессию сам. И даже если родители категорически против этой профессии и буквально заламывает руки, этот концерт ни к чему конкретному не приведет. Он решил, он так поступит и так и сделает. В конце концов, работать-то ему. Что ему взбредет на ум, сказать трудно, но все профессии, которые связаны с организаторским искусством, это точно профессии нашего Яна, потому что руководить людьми и процессами для него совершенно естественно. Он как будто бы интуитивно понимает, как это все происходит, как это движется, как это сделать наилучшим способом. Поэтому организаторские его способности выше всяческих похвал и вполне могут быть основой его профессии. Вот только одна особенность, пожалуй, будет мешать ему по жизни. Ян всегда считает, что лучше его никто не понимает процесс и никто лучше не сделает вопрос, который он курирует. Поэтому он все старается делать самостоятельно, возлагая на себя кучу всевозможных обязательств, которые тащит, и боится их приложить на чужие плечи, считая, что таким образом дело будет испорчено, его запорят или растянут по ниточке, и толку из этого не будет. Поэтому доверять надо больше людям. И если у вас прекрасные организаторские способности, просто распределить это дело, отдать в нужные руки, и тогда, как говорится, провала никакого не будет. Так что делать все самому и пытаться объять необъятное, что свойственно я, но это необязательное явление, и с этим надо в некоторой степени бороться. Это неплохо, конечно, что вы живете по принципу, хочешь делать хорошо, сделай сам. Но надо больше доверять людям. Что касается любовных, у тех, то могу сказать, что Яны достаточно сексуальны, а удовлетворение желаний входит в жизненную программу, поэтому они пекутся о своем партнере, не только о самих себе. Считаются достаточно прекрасными любовниками, любовницами всегда ставятся очень высоко. Ну что ж, дорогие мои друзья, это тоже величайший плюс этого имени. Так что можно сказать, что это чувственный человек, но чувственный в меру. Разум, который у нашего Яна развит, как вы поняли, чудесным образом, и здесь влияет на все процессы, головы он никогда не потеряет, потому что разумный подход и к любовным утихам в том числе для него совершенно естественный. То есть, как говорится, сердце поет, но голова не отключается. В остальных вопросах, вот, например, гостеприимство, он любит принимать гостей, принимает их с размахом, с душой, в общем-то любит быть в центре внимания, это тоже немаловажно, поэтому вполне сойдет за томаду на любой вечеринке и делает это с превеликим удовольствием. Ну, а когда пирушки закончились, он представляет себя миру, восхищая всех или даже выводя из себя безупречными манерами и поведением, которые демонстрирует общество. Как говорится, можно выставлять его примером, пробовать делать, как он в данном случае, хотя я хочу сказать, его эта безупречность в основном окружающих почему-то раздражает. Итак, перед нами прорисовывается достаточно интересный человек, необыкновенный, интеллигентный, приятный, с приятными манерами, умный, сообразительный, ответственный, душа компания. То есть имя достаточно интересное, и оно не портит человека, которому его дают, а наоборот, делает его исключительно интересным. Ну, а как градируется Яна у нас в зависимости от сезона, сейчас узнаем. Самый нервозный и самый неуравновешенный это зимний ян. Он не очень устойчивый, эмоционально вспыльчив. Вот его нервная система, мягко говоря, требует постоянной коррекции и внимания. А синий тоже эмоционально вспыльчив, но более рассудителен и лучше владеет своими чувствами, чем зимний. Для них существуют счастливые отчества, которые скрадывают недостатки и подчеркивают достоинства. Такими отчествами являются Михайлович, Сергеевич, Петрович, Алексеевич, Павлович, Андреевич, Владимирович. Весенние и летние, как правило, более покладистые, более приятные, хотя могу сказать, что достаточно ранимые и обидчивые. Так что со словами надо быть поаккуратнее. Их, в общем-то, счастливые отчества выглядят следующим образом. Дмитриевич, Станиславович, Олегович, Владиславович, Рубинович, Анатольевич, Антонович. Ну что ж, дорогие мои друзья, вот так поговорили по поводу Яна. Я думаю, что самое главное мы рассказали. Во всяком случае, портрет этого неординарного человека перед нами прорисован достаточно детально. А с вами была Елена.